Банковский кризис продолжает набирать свои обороты, и за пару месяцев мы услышали уже достаточно новостей о том, что какой-то из банков в какой-то части мира накрылся, или его продали, или требуют от правительства поддержки. Что с этим всем делать, и какой важный урок следует вынести из складывающейся ситуации, давайте разбираться вместе в этом выпуске. Поехали! И для начала я хочу сказать о том, что если история с банками Silvergate, Silicon Value и First Republic Bank, это была заказная история, то есть я, скажем так, я на 100% уверен, что это не случайность. То есть какой-то круг лиц, может быть, лицо преследовало какие-то цели, может быть, хотели выкупить конкурентов, может быть, надавить на федеральную зерную систему, чтобы те приняли решение о выдаче кредитов под залог Treasuries, может быть, еще что-то, да. И, соответственно, собственно, взяли козлов отпущения в виде этих банков, потому что подобные проблемы, которые были озвучены у этих банков, почему они накрылись, да, они присущи абсолютно любому. То есть вот какой банк в Соединенных Штатах Америки не возьми, у него будут подобные проблемы. И то, что именно эти банки стали, скажем так, фигурантами этого дела, ну, собственно, я же говорю, значит, были на то причины. Что, конечно же, происходит? А вот то, что происходит с Credit Suisse, это уже непосредственно, скажем так, треск системы, да. Это вот первые ласточки того, о чем долго говорилось, в том числе я писал у себя там в Телеграм-канале о том, что там бесконечные нулевые ставки и печатание денег до добра не доведут, и рано или поздно это выльется. И вот начинает выливаться. И, в принципе, я хочу сказать, что финансовая система в Соединенных Штатах Америки, она более устойчива, чем в Европе или Англии по одной простой причине. Что денег в Соединенных Штатах Америки больше, и, соответственно, допустим, те же там, если банк будет зарабатывать 0,1, 0,2, 0,3 процента, но на триллионы долларов, да, это будет измеряться миллиардами. А вот в Европе денег меньше, в разы меньше, да, и, соответственно, для того, чтобы им заработать в абсолюте те же значения, которые зарабатывают американские банки, им нужно брать больший риск. И какие скелеты зашиты в этих шкафах, ну, собственно, мне даже страшно представить. И, в принципе, мы прекрасно видим это на том, насколько стремительно обанкротился кредит свист. И не просто обанкротился, а еще и решился, ну, правительство решило списать 17 миллиардов долларов, долго, понимаете, просто держал облигации надежного банка. Все, простите, денег нет, как говорится. И я хочу сказать, что подобная история, которая сложилась в кредит свист, она предназначена, ну, точнее, она очень показательна в том формате, что эта ситуация, она абсолютно во всех банках Европы и Англии. Понимаете, во всех банках Европы и Англии. И буквально, наверное, летом прошлого года я записывал ролик или же даже писал статью на канале, я найду ее, если найду, скрин будет здесь на экране. И, в общем, я говорил, что не держите деньги в европейских банках, в них сейчас самый большой риск летом прошлого года, понимаете, то есть прух будет вот здесь на экране. И что мы сейчас видим? А мы сейчас видим, как надежная тихая гавань, Швейцария, куда несли просто огромными чемоданами деньги выходцы из стран СНГ, считая, что это нейтральная страна, считая, что это надежная страна, считая, что это безопасно, да, там держать деньги. И в итоге что? В итоге все это превратилось в пыль, да. Нет ни банка, ни денег и перспектив. То есть страна не нейтральная, она приняла все санкции сколько. У меня даже есть ряд кейсов, когда, ну, только одного человека заблокировали, потому что он попал в прямой SDN-лист. Многих попросили на выход те самые пресловутые UBS и все прочие, да. И слава богу, обратите внимание, что они попросили на выход. И те, кто более проворный, да, прочитав там ту статью, когда я писал в прошлом году, обратились, собственно, к нам, да, ну, или ко мне там за консультациями, за помощью, и мы, собственно, разобрали. И они увели деньги, увели деньги. Теперь главный урок всей этой истории. Не храните свои деньги в банках, дорогие друзья. Запомните себе, ну, я не знаю, запишите себе это правило большими буквами и приклейте к себе на видное место, что в банке нужно хранить исключительно оборотные средства. Все. Точка. Все остальное, то, что у вас, я не знаю, там, на черный день, на подушке безопасности, я не знаю, что там еще, держите в активах у брокера. Вы слышали за последние 20 лет хоть одно упоминание о том, что какой-то крупный брокер обанкротился? Я говорю, какой-то крупный брокер обанкротился. Я нет. И если мы копнем за 50 лет, может быть, мы не найдем там какую-то одну историю, то это будет не крупный брокер, никому не известная фирма, которая просто швырнула своих инвесторов там или и так далее. Вот вам и весь секрет, понимаете? Если вы хотите спать спокойно и не думать, что завтра ваш какой-то банк ляжет, а хватит ли вам страховки, а выплатит ли вам АСВ и прочее, 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 ну, не храните вы деньги в банках. Если у вас это лежит в валюте, и вы там сидите в Швейцарии и не хотите никуда возвращаться и так далее, ну, откройте брокерский счет, я не знаю, в интерактиве, откройте в экзант, я не знаю, в САКСа, и у любого другого брокера, именно брокера, не банка, не через банк, да, и который там будет инвестировать, а именно у брокера. Заведите туда деньги, купите актив, если вы хотите себе депозит, просто купите бумаги, да. Если вы, ну, там, трежерис или еще что-то, да, вот государственные облигации, если вам нужны короткие, то есть как депозит, ну, купите вы короткие, значит. Значит, да, конечно, я сразу предвкушаю вопрос, типа, а вот если там, да, там инфляция, вот если там сейчас, например, там американцев большой госдолг, дорогие друзья, американцы не дефолтнут, понимаете, проблема в том, что, ну, даже не проблема, а нюанс в том, что долг у них номинирован в долларах, и они в любой момент могут напечатать эти самые доллары и раздать всем долги. Понятное дело, что вопрос того, что будет с этим долларом и как, что будет с этим долгом, он, конечно же, открыт, но это уже немножко в другой плоскости лежит, понимаете. Если у вас деньги будут на депозите, вас будут ждать абсолютно те же риски, что и на облигациях, да, вот относительно вот этой истории с печатанием. Но только когда вы держите, прошу прощения, деньги в банке на депозите, вы еще и берете банковский риск. У брокера все элементарно просто, понимаете. Брокер, он, ну, как бы не занимается тем, чем занимается банк. Это абсолютно две структуры юридически, по лицензиям и по подходам, понимаете. Банк зарабатывает на том, что у него есть кредитный спред, скажем так, между тем, под сколько он привлекает деньги, и между тем, под сколько он их выдает, понимаете. А брокер зарабатывает на другом, он зарабатывает на комиссиях. И самое главное здесь, когда вы будете покупать там активы, просто уберите галочку о том, что вы разрешаете использовать свои активы в сделках репо, понимаете. То есть тогда, когда ваши, вот вы купили там какие-нибудь акции, не знаю, там, облигации, и брокер может брать у вас их в долг и выдавать там кому-то, кто там будет их либо шортить, либо покупать с плечом, ну и так далее. Потому что это несет под собой определенные риски, риски возможной вероятности остаться без них, если, собственно, случится действительно какой-то, ну не знаю, глобальный звездец, да, что не хватит ликвидности там продать и наступит маржинальное обеспечение. Ну, в общем, есть, да, маленький, но шанс, что вы лишитесь бумаг. Если вы эту галочку берете, то все. Почему? Потому что ваши деньги, они не хранятся у брокера. То есть брокер, он последник, и деньги сами хранятся, точнее бумаги, которые вы купили, в депозитарии, понимаете. В депозитарии, которые не являются финансовой организацией, которые просто отвечают за хранение бумаг. И все. И вы можете спать спокойно, не читая новости и не поливаясь потом каждый раз, если не находите своего, ну там вот, когда вы будете читать список банков, которые там завтра будут банкротиться, и вдруг вы увидите свой, и у вас сразу сердце застучит, вы упадете в обморок. Такого у вас не будет, потому что я сплюсь, мне по барабану вообще какие там банки падают, потому что в банках у меня лежит исключительно оборотный капитал. Потерять его будет, да, грустно, но вообще не смертельно, вообще не смертельно. И это главный урок, который нужно вынести, да. Причем я сейчас, когда говорю, не храните деньги в банках, и в российских я имею в том числе. То есть, если раньше у меня там, допустим, пока не было такой чудесной истории, как фонд ликвидности, я частично там подушку безопасности хранил на депозите в банке, то сейчас я полностью отказался от этой затеи. И сплю абсолютно спокойно. Мне вообще-то по барабану там для этой СВ, потому что мои бумаги, они мои остаются, все. И никому они больше не принадлежат. Потому что галочки у меня везде убраны. Безусловно, можно, я же говорю, сказать, что там брокеры могут что-то намутить и все равно там выдавать. Но эти все теории заговоров оставьте их при себе. Потому что, еще раз говорю, факт остается фактом. Если вы мне пришлете, ну, может быть, вы покопаетесь, по крайней мере, потому что я копался, я не нашел ни одной статьи, ни одной новости о банкротстве крупного брокера за последние 50 лет. Ну, не нашел. А вот банков я нашел много, причем по всему миру, в каждой стране. Огромное множество, каждый день, особенно сейчас. Поэтому, что давайте резюмировать, да? То есть, проблемы, которые накопились за последние 20 лет, они сейчас потихоньку будут все вылазить. И в самом большом риске находятся банки Европы и банки Англии. По одной простой причине, что ликвидности там было гораздо меньше, и они вынуждены были брать на себя большие риски. Банки Америки пока еще остаются, скажем так, более-менее надежные. Особенно, если мы будем брать, скажем так, за основу ту мульку, которую нам всадили, что типа якобы кассовый разрыв из-за того, что там были депозиты, они купили длинные трежерис. Потому что, если копнуть глубже, то у американских банков тоже есть подобные проблемы. Но пока они, как мы видим, не сильно критичны. Потому что, еще раз говорю, за счет более объемного рынка они могли на меньших доходностях получать нужные свои миллиарды. То есть, Европа и Англия, они этого были лишены. Вот и вся история. Поэтому, соответственно, если вы вдруг счастливый переселенец, уехали там в Европу, уехали в Англию, или счастливый предприниматель, который думает, что сейчас вот он увел в Европу или в Англию или в Америку свои денежки, они теперь в банке в безопасности, в надежности лежат и, собственно, ждут вашего, когда они будут потрачены, мой вам совет. Не храните деньги в банках. Не храните деньги в банках.